Британские производители пытаются запастись как можно большим количеством товаров перед Brexit. Склады в стране заполнены полностью. Чего боятся местные предприниматели, расскажет наш международный обозреватель. Если вы хотели увидеть физическое выражение Brexit, то оно перед вами. До выхода Великобритании из Евросоюза остается чуть больше трех месяцев, а окончательное соглашение о его условиях так и не заключено. Это значит, что может случиться так, что в марте следующего года Евросоюз обложит пошлинами британские товары и установит контроль на границе. Сейчас объем торговли полтриллиона долларов, и все это может застрять на таможне. Решение одно – запасать все впрок. 140 тысяч британских предприятий впервые столкнутся с таможенными формальностями. Это совершенно незнакомая территория для них. Так что началась без преувеличения паника. Они запасаются всем, чем только могут, пока Великобритания еще в ЕС. В этих ящиках не только готовая продукция, но и необходимые запчасти или ингредиенты, которые пока можно ввести из Евросоюза беспрепятственно. Склады осаждают все – от Rolls-Royce Airbus до мелких производителей еды. Буквально горы товаров могут достигать 15 метров. Некоторые владельцы ангаров говорят, что они заполнены на 99,9%. Дошло до того, что властям пришлось строить новые склады для стратегического запаса лекарств. Но это оказалось не так просто. Хладохранилища не строятся за один день. Это очень сложные объекты. Они должны быть прочными и способными круглый год поддерживать стабильную температуру. Так что их нельзя возводить просто так. Впрочем, большие запасы не по наце от возможных будущих проблем, говорит владелец фирмы по производству шоколада Джеймс Эклстолм. Во-первых, срок годности его продукции небольшой. А настоящим кошмаром для его дела станут перебои в поставках сырья для шоколада из Бельгии. Выход из ЕС без соглашения пугает меня. Наш производственный процесс нельзя остановить. Все выверено, все траты, платежи. Все работает как хорошо отлаженный механизм. Любые проволочки для нас убийственны. Кроме того, меня беспокоит рост протекционизма в Японии и США. Мы для них больше не члены одного и того же клуба. При худшем развитии событий бизнесмену придется переносить производство в Словакию. Там будет проще найти сотрудников и торговать со странами ЕС. После Брексита этому примеру могут последовать и другие. Асима Хасян, Казахабар, 24.